ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИДЕРСТВО Это такой кропотливый комплексный процесс, который включает работу абсолютно всех министерств, ведомств, огромного количества органов исполнительной власти. Они должны предлагать решение, каким образом мы можем привести свои регламенты, процедуры в соответствии с европейским правом и точно так же гармонизировать огромное количество тех вопросов, которые регулируются законами. Такие вещи, которые регулируются законами. В 2014 году в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС Украина должна была выполнить лишь 14 обязательств. Они касались сфер транспорта, общественного здоровья и экологии. И уже в 2016-м количество требований значительно увеличилось до 44. Это не так уже и много, если разделить их между нашими министерствами, говорит Любовь Акуленков. Тем не менее, за последние два года государство выполнило 9 директив. 41 обязательства находятся в процессе выполнения и 8 пока что не выполнены. Адаптация в каждой сфере, которую бы мы не взяли на рассмотрение, она очень болезненная, поскольку европейские правила очень отличаются от тех, которые есть у нас. Они могут быть а. дорогими, б. требовать большей прозрачности и работы тех разных групп, интересы которых работают в определенной сфере, и это не будет происходить так быстро. Самыми успешными шагами на евроинтеграционном пути члены правительства называют работу по адаптации законодательства в сфере государственных закупок и энергетики. Присоединившись к энергетическому сообществу, в 2011-м году Украина обязалась постепенно имплементировать свое законодательство к требованиям третьего энергетического пакета. Конечной целью проекта было создание общего энергетического рынка с равными правилами игры для всех участников. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами в этой отрасли будет развиваться конкуренция и будут поступать новые инвестиции. Нам невероятное количество вещей удалось сделать. Мы должны об этом помнить, мы должны признавать, мы должны уметь говорить о наших достижениях и подчеркивать их, так как они нам даются не просто, даются в сложном диалоге, иногда с разными стейкхолдерами, с разными игроками, с разными заинтересованными сторонами. Мы должны радоваться тому, что нам уже удалось сделать. В энергетике нам удалось сделать большие шаги. Они реально признаются нашими партнерами в Европейском Союзе. Компромисс между заинтересованными участниками рынка является главным в принятии положительных решений. Ведь в каждой отрасли, будь то энергетика или аграрный экспорт, всегда существуют разные группы влияния. Они могут быть как в парламенте, так и вне парламента, но они являются определяющими. Если эти стейкхолдеры не достигнут консенсуса, осуществлять реформу будет чрезвычайно тяжело. Потому что стейкхолдеры будут блокировать вашу работу как политика на всех уровнях. Но наступит момент, когда стейкхолдеры разойдутся и предоставят вам зеленый свет. И, соответственно, реформа сама же не будет выполняться. Нужен политический лидер. То ли он должен быть в министерстве, то ли он должен быть в парламенте. У нас на самом деле с энергетикой сильное лидерство в парламенте. К сожалению, не все отрасли Украины могут похвастаться такими достижениями, как энергетика и система публичных закупок. Пока что лишь в начале пути находится социальная сфера и здравоохранение. Идет активная работа над системными законопроектами, которые касаются оценки влияния на окружающую среду. Что касается сектора общественного здоровья, то, по мнению экспертов, определенной цели не достигнута именно из-за несоответствия устаревших нормативных документов относительно инфекционных заболеваний, которые нужно отменить и усовершенствовать. Кроме этого, существенной преградой в государстве на пути к качественной адаптации европейского законодательства есть нежелание некоторых чиновников перестраивать уже существующую систему управления. Итак, борьба с коррупцией является ключевой реформой в стране. Государство должно мудро и системно использовать другие рычаги для того, чтобы бороться с коррупцией еще до того, пока она уже несет системный, такой, скажем, очень уже злобный характер. И для этого нужно использовать и налоговую политику, для этого должно работать, скажем так, внутренние рычаги самоуправления, которые через этику, через дисциплину стараются превентивно, предварительно решать большинство проблем перед тем, как они уже действительно становятся системными. Я убеждена, что тот путь, который мы за это время прошли с точки зрения построения антикоррупционных учреждений, с точки зрения начала и уже проведения этих открытых, прозрачных, очень детализированных конкурсов в рамках внедрения судовой реформы, конкурсы на отбор судей в Верховный суд – это огромный шаг. Ведь любой гражданин Украины заинтересован в том, чтобы наши суды действительно руководствовались верховенством права и чтобы мы, как граждане, были защищены от произвола преступников. Учитывая сложную политическую и экономическую ситуацию, в которой оказалась Украина, государству удалось сдвинуть с места реформы украинской армии, правоохранительных органов, дирегуляции и децентрализации. Но впереди еще много работы. Эффективное выполнение Украины своих евроинтеграционных обязательств в значительной мере будет зависеть от институционной способности исполнителей, кадровой политики и активного сотрудничества правительства, законодателей и гражданского общества. Субтитры создавал DimaTorzok